Всем привет! Сегодня попробуем сделать вот такие красивые бокалы из обычной стеклотары. Использовать будем два способа резки. Первый способ с помощью стеклореза, второй способ с помощью медной проволоки. Для первого способа изготовим на скорую руку вот такую площадку с двумя брусками, образующей 90 градусов в углу. Режущим элементом выступит обломок старого стеклореза, который нужно будет зафиксировать в нужном нам месте. Лично я буду фиксировать на саморезы. Дальше нам придется раздобыть немного стеклотары. На камерах видеонаблюдения отчетливо видно, как мужчина берет бутылку спиртосодержащей продукции с прилавком. Процесс резки несложный. Прижимаем бутылку к ролику стеклореза, довольно сильно надавливаем и прокручиваем бутылку. Слышится характерный звук и мы можем видеть четкую линию реза. Дальше необходимо прогреть линию реза. Я буду использовать газовую горелку, но лучше использовать термофен. Затем резко опускаем бутылку в холодную воду. Слышим характерный хруст. Это значит, что у нас все получилось. Не забывайте о технике безопасности. Работайте в перчатках, очках и респираторах. После резки края стакана получаются неровные. Их нужно долго шлифовать, меняя гридность наждачной бумаги. Попробуем разрезать более толстое стекло. Что-то пошло не так и бутылка лопнула не до конца. Это можно исправить, обломывая оставшиеся края и зачищая наждачной бумагой. Следующая бутылка вообще отказалась ровно обламываться. И было решено использовать ее для эксперимента с медной проволокой. Закручиваем проволоку вокруг бутылки, образовывая кольцо. Чем ровнее вы это сделаете, тем лучше. Затем скручиваем оставшийся конец проволоки в спираль и начинаем прогревать. Тепло от спирали передается на всю проволоку и прогревает стекло в нужном нам месте. Дальше действуем по старой схеме и резко опускаем бутылку в воду. Как видите, рез получился не очень ровный. Это все из-за того, что я изначально сделал неровное кольцо из проволоки. Постарайтесь сделать ровное кольцо и я уверен, у вас все получится. Вот такие стаканы получились у меня. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok